Один из строгательнейших фильмов в истории кинематографа стал из самой успешной экранизации книг Стивена Кинга. Режиссер и писатель считали, что и этому способствовал в том числе весьма удачный подбор актеров. Фильм не раз занимал верхние позиции в списках лучших мировых картин, четырежды был номинирован на Оскар, хотя так и не получил главную кинонаграду. Идея «Зеленой миле» сразу привлекла режиссера Фрэнка Дарабонта, и он постарался выстроить в фильме интригу, максимально похожую на книжную. Так Стивен Кинг выпускал свой роман частями, чтобы у зрителя не было возможности заглянуть на последнюю страницу и узнать финал. Он и сам до конца не знал, останется в живых его герой или нет. Режиссер отмечал, что «настоящая удача» — это когда актер, которого ты представляешь при написании сценария, соглашается участвовать в фильме. В данном случае он считал, что Пола Эджкомба должен играть только Том Хэнкс. Так думал и Кинг, отметив, что актер вписывается в роль идеально, как старый башмак. Но все же какое-то время на роль Пола рассматривали Джона Траволту. Тот наотрез отказался от роли. Нельзя сказать, что сценарий сразу покорил Тома Хэнкса. Однако он дал согласие из чувства долга перед режиссером. Ради роли в «Форрести Гампи» он отказался от работы в «Побеге из Шоушенка» и чувствовал себя виноватым. С образом Джона Кофи возникли проблемы. Никто из актеров, проходивших пробы, не был тем самым. Тогда Брюс Уиллис посоветовал кандидатуру Майкла Кларка Дункана, вместе с которым он играл в фильме «Армагеддон». Майкл прочитал сценарий и сказал «Это я! Не важно, что мне придется сделать, я должен это сыграть». Но несмотря на внушительные размеры Дункана, во время съемок были применены искусные трюки операторской работы, чтобы сделать его еще больше, чем любой другой актер, находящийся с ним в одном кадре. А некоторые элементы реквизита на съемочной площадке были изготовлены в меньшем размере, чтобы и без того большой Майкл Кларк Дункан выглядел еще больше. А игра актера вызывала настоящее потрясение у съемочной группы. На финальных сценах многие из присутствующих не могли сдержать слез. Уже после смерти Дункана режиссер говорил о том, что, по его мнению, еще ни один актер так не заслуживал Оскара, как Майкл за свою роль Джона Коффи. Но он так и не получил эту престижную награду. Теперь о самом орудии казни электрическом стуле. Он, конечно, был не настоящим, однако сконструировали машину смерти по реальным чертежам. В основу легли модели, существовавшие еще во времена депрессии 1930 года. Местом для съемок стали два штата Америки – Теннесси и Северная Каролина. Очень интересен эпизод, в котором Коффи лечил пола. По книге, как и по сценарию, он должен был схватить надзирателя запах, ведь именно там была инфекция. Марк Кларк Дункан очень стеснялся делать это и никак не мог преодолеть это чувство. Тогда Том Хэнкс, исполняющий роль пола Эдж Комбо, засунул себе в штаны обычную пустую бутылку. Так вопрос был решен, а сцена отснята. По книге, персонажу Перси был 21 год. Актеру Дагу Хатчессону на момент съемок было целых 39 лет. Он соврал режиссеру Фрэнку Дарабонту, что ему слегка за 30, и получил роль. Позже это сыграло с ним злую шутку, когда он пробовался на роль персонажа постарше для фильма «Море Солтона». Тогда режиссер сказал, что ему нужны актеры постарше, и сильно удивился, когда Даг показал ему свои водительские права с указанием возраста. Кроме того, сильно удивился и Фрэнк Дарабонт, который выступил продюсером этого фильма и только тогда понял, что его надули. В фильме одним из занимательных героев является мышка, которой присвоили имя «Мистер Джинглс». В съемках участвовало более 30 мышей. Все вместе они представляли целую съемочную группу, и в честь реальных актеров им были даны собственные имена. Художник-постановщик отстроил в павильоне тюремный блок четко по описаниям в книге Кинга. Тюрьма планировалась небольшая, но с максимально проработанными деталями. Поэтому над интерьером работали и психологи. Она должна была вызывать у зрителя страх, отторжение, печаль. Члены съемочной группы рассказывали, что после долгих часов нахождения в павильоне, они начинали чувствовать себя там, как в настоящей тюрьме. В одной из своих посещений съемочной площадки Кинг решил посидеть на электрическом стуле. Ощущения ему крайне не понравились. Говорят, он был так впечатлен, что не удержался от нецензурной брани. И да, несмотря на то, что мышонок по сценарию умирает, ни одно животное при съемках не пострадало. Это все же фильм о добре. И на сегодня у нас все, ребята. Подписывайтесь на наш канал, пишите свои комментарии, кто что думает и ставьте лайки. Всем спасибо, всем удачи!